Дорогие друзья, вы не устали? Вам нравится или нет? Сейчас я за кулисами вспоминал историю, как 15 лет назад ко мне в гости домой пришел один человек, автор десятков суперпопулярных песен, которые пела вся советская страна, от Курил до Калининграда. Человек, который очень переживал за судьбу эстрады, человек, который пытался что-то доказывать мне и моим друзьям, которые сидели тогда за столом, у него это не получалось, он злился, в конце концов он плюнул на все, хлопнул дверью и пошел по улицам Подола и думал, думал, думал и надумал, как выяснилось, именно в этот момент очень много. Я счастлив сказать, что сейчас на эту сцену выйдет народный артист Республики Беларусь, композитор Эдуард Ханок. Дорогие друзья, значит, прежде всего, я понимаю, что я лет 20 назад или 30 работал в песне, многие что-то забыли, многие вообще, может, не знают, кто я такой, потому что даже Резника сегодня обзывает почему-то композитором, поэтому сегодня память уже коротка у людей. Поэтому для тех, кто не знает, не знакомый им тем творчеством, я напомню несколько песен, очень коротенькие. Помнил такая песня? Потолок ледяной и дверь скрипучая. Спасибо. И Эдуард Хиль еще пел «А из окон ханок синий-синий». Публика этого не замечала. Помните, такая песня была? Как дорог край берется вы, малиновой заре. Или Алла Борисовна пела. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет. А еще была у меня такая песня, которую пели хорошо после шестой, после пятой, после седьмой. Вообще замечательно. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Вот, 20 лет назад я ушел из этой профессии, в исследовательскую работу. Надо мной смеялись, шумели, гремели. А теперь я смеюсь над ними. Почему? Потому что по закону волны, которую я открыл человечеству, всем звездам, к сожалению, рано или поздно, приходит ханок. Поэтому все звезды у нас временные, а ханок у вас вечные. Поэтому сейчас я даже вам еще лучше скажу. Сейчас я уже теория волны, это уже сзади осталось. Я занимаюсь теорией профессий. Это уже международная тема. Вот, поэтому я сейчас создаю команду. И я думаю, что мы выйдем за рубеж, потому что тема очень интересная для психологов. Просто находка. Поэтому будем сейчас заниматься этой темой. Поэтому я сюда вышел не для этого. Я благодарен Диме, потому что именно закон волны, он забыл только сказать, что я не только волновался, не только спорил, ругался, но всю икру съел у них красную, понимаете, от волнения тогда. Но, видимо, не зря. Вот, я ему благодарен. И вышел я вам спеть две песни. И очень хорошо, что они поставили в начале второго деления. Потому что после человека, который заканчивал первое, я могу смело выходить и петь. Потому что я пою, конечно, хуже Баскова, но ничем не хуже, чем Боря Моисеев. Вот, поэтому две песни, я за них не боюсь, потому что в ближайшее время мы снимаем, это будут мультиклипы. Поэтому все это вы увидите по телевидению. Я буду просто предложением голосовым, поэтому все будет нормально. Поэтому я хочу вам предложить и два проекта этих, две песни спеть. Я их без прерыва спою, чтобы не утомлять вас. Первая называется «Околофутбольная», а вторая называется «Алкогольно-патриотическая». Жил на свете мальчик, Абрамович Рома. Очень скромным этот мальчик был. Вырос, стал богатым и совсем не дома. Он себе команду прикупил. Засумели люди, это же невозможно. Просто безобразие творят. Играй, 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 Роман, ты в свой романчик с Челси. Гуляй, 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 роман, а времечко пройдет. И, может быть, с друзьями вы скинетесь все вместе. Вот тогда и наш футбол красиво заживет. Ты хороший парень, Абрамович Рома. Я тебя прошу, так не гори. Поостынь немножко на Чукотке дома. С земляками там поговори. И тогда, конечно, встанет не краснее За тебя чукотский весь народ. И пусть нам приснится, что твоя затея Как про Чукчу новый анекдот. Играй, 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 Роман, ты в свой романчик с Челси. Гуляй, 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 роман, а времечко пройдет. И, может быть, с друзьями вы скинетесь все вместе. Вот тогда и наш футбол красиво заживет. Вот тогда и наш футбол красиво заживет. Вот тогда и наш футбол красиво заживет. Вот, вот, вот.